Баба Нюра приютит Максим скептически смотрел на неказистый домик и стоящую на крыльце сухонькую старушку в пестром платке и поленевшем халате. И дернула же его согласиться на Машкину уговоры, знает она, видите ли, грибное место в лесочке за маленькой деревенькой, там этих грибов видимо-невидимо. И не важно, что лето еще до жара. Из обещанного реальной оказалась только деревенька. Полдня бродили по лесу, не нашли ни одного грибочка, еще и на автобус опоздали. Да так хорошо опоздали, что следующий только завтра. Таксисты в эту глухомань ехать отказались. Ладно, хоть сориентировались на месте. В деревеньке было лишь одно здание на два этажа, вмещавшее в себя небольшое отделение почты, сельпо, что похожее на дом культуры и офис местной администрации. В последние работников застать не удалось, рабочий день закончился. Почта и вовсе работала по строгому графику пару раз в неделю. А вот в магазинчик они с Машкой успели забежать перед закрытием. Дородная женщина с раскрасневшимся лицом выслушала Максима, участливо кивая случившейся беде. И выдала телефон главы местного самоуправления. Тот, в свою очередь, примчался вручать незадачливых грибников, проводив их и на ночлег со словами «Баба Нюра приютит». Пока глава разговаривал со старушкой, Максим внимательно рассматривал дом. Здание было опрятным, с ухоженным полисадником и резными наличниками, по-деревенски простым и красивым. От фасада веяло уютом, воспоминаниями о детстве и любящей бабушке. Но стоило Максиму переступить через порог, как ощущение уюта испарилось. Скрипящие доски на полу грозили сломаться перед его весом. Парень замер, рефлекторно зажив в ладони маленькую серую пуговицу, висевшую на черном шнурке на шее. «Ты чего?» Машка заглянула ему в глаза, пытаясь понять причину резких перемен. Максим лишь мотнул головой и, задержав дыхание, словно собирался нырнуть в холодную воду, шагнул из сини в комнату. Дом встретил их просторной залой с деревянными полами, покрашенными в рыже-коричневую краску и стенами в белой побелке. Повсюду висели гобелены советских времен, нисколько украшавшие помещения, сколько защищающие от холода и сквозняка. В центре комнаты стоял стол с белой связанной скатертью, на которой красовалась хрустальная ваза с искусственными гвоздиками и розами. За столиком виднелись два маленьких окошка. Зал можно было бы назвать уютным, если бы не ощущение падающего потолка, непривычно низкого. У Максима едва не начался приступ к клаустрофобии. Он с трудом сдержался, чтобы не попятиться и не выбежать на улицу. Комната, казалось, утопала в земле, уже наполовину в нее погрузившись. Странно, снаружи окна смотрелись довольно обычно, находились на правильной высоте. А изнутри зала начинало даветь, будто съеживаться. «Идемте сюда, касатики!» Баба Нюра помахала рукой, указывая на дверь сбоку. «Этой комнатой почти никто не пользуется! Я ее оставила для внуков, они живут тут на каникулах, просто нечистые, располагайтесь там!» Максим медленно зашел в детскую спальню. Чувство неправильности его так и не покинуло. Комната была совсем небольшая, едва вмещала в себя две пружинные кровати и маленький вязанный из старых капроновых колготок половичок. Одинокое окошко почти не пропускало свет. Максим подошел к кровати и коснулся пестрого покрывала, провел рукой по белоснежной подушке, поставленной в изголовье и накрытой ажурной салфеткой. Все было неправильно. Все идеально чистое, белая до хруста свежая наволочка, идеальный тюль над слегка облупившимся деревянным подоконником. Но парня не покидало ощущение пыльного затхлого погреба. Максим аккуратно присел на край кровати. Комнатку огласил резкий металлический лязг. Парень крепче сжал в ладони свою пуговицу и громко сглотнул. «Да что с тобой?» Машка чувствительно ущипнула его за плечо. «Отомри ты уже!» «Не нравится мне тут, словно... словно... не знаю». «Да ну тебя, тут классно, как у бабушки в деревне!» Девушка скинула рюкзак на пол и с наслаждением откинулась на кровать. Комнату снова наполнил скрежет плачущих пружин. «Идемте чаевничать, казатики!» Донеслось из зала. «Умаялись, небось, дороги-то!» Машка счастливо улыбнулась и поскакала к столу. Максим еще раз осмотрел комнату, пытаясь развеять наваждение. Но все вокруг продолжало давить на него, словно у мебели стены и окон были собственные глаза. И сейчас они изучающе рассматривали парня. «Максим, ну ты идешь?» Парень обреченно вздохнул и поднялся с кровати. Уснуть не получалось. Максим старался прогнать мрачные мысли, но они кружили в его голове назойливыми мухами. Противный вкус травяного чая не перебивался даже мятной жвачкой. Было ощущение, что пучок сена обдали кипятком, а то, что стекло, разлили по чашкам. Железные пружины скрипели при малейшем движении, да и кровать под весом парня довольно сильно просела. Зато Машка уснула почти сразу. Все убранство старого домика приводило ее почти в детский восторг. А когда баба Нюра поставила на накрытый стол жестяной поднос со свежими, еще теплыми плюшками, девушка едва не пищала от радости. Впрочем, плюшки и правда были очень вкусные. Тут даже иррациональная паранойя Максима пасовала. Выстраданный сон был беспокойный. Максим бежал по лесу, пытаясь догнать рыжую лохматую собаку. Пес словно издевался, отбегая на несколько шагов и останавливался, преданно глядя в глаза. Из пасти свисал черный шнурок с пуговицей-кулоном. Парень изо всех сил пытался догнать и отнять свое сокровище, но в итоге лишь уходил все дальше и дальше в лес. Пока в итоге пес не уселся посреди поляны с выжженной травой. Он склонил голову, положил пуговицу на землю и подтолкнул носом к Максиму. Глаза собаки сияли радостью, словно пуговица была самым ценным из возможных подарков. Парень уже протянул руку, собираясь принять дар, когда пес зарычал. Глупый сон ушел тихо, словно кто-то перевернул страницу книги. Максим лежал в темноте маленькой комнаты, понимая, что рядом посторонний. Он осторожно повернул голову и прикрыл глаза. Баба Нюра в пестром халате, накинутом на белую ночную сорочку, держала старомодный подсвечник с горящей свечой и водила им над спящей Машкой. Рядом переминался с ноги на ногу глава местного самоуправления. «Ты уверена, баб Нюр? Они ведь вместе пришли. А вдруг парнишка?» Старушка медленно покачала головой и подняла вторую руку. В ладони покоилось небольшое белое яйцо, еще покрытое соломой из гнезда. «Не-е-е, санного перед их приходом сало в огороде копало. Но это не мальчишка, хотя он не прост». Она все так же медленно повернула голову в сторону Максима. Парень поспешно закрыл глаза, пытаясь дышать размеренно и моляя, чтобы бабка не заметила, что он не спит. К счастью, не последовало никаких обличающих криков. Снова воцарилась полная тишина. Максим потерял счет времени. Он все лежал и вслушивался, готовясь вскочить, выхватить что-нибудь тяжелое и дать отпор. Но ничего не происходило. Он не слышал больше чужого дыхания, шелеста одежды, до него не доносилось больше ни звука разговора, ни скрип и половиц под ногами старухи или главы. Ничего. Будто Максим, закрыв глаза, выключил мир, как надоевший телевизор. Парень лежал, стараясь лишний раз не двигаться. Он пытался про себя считать, чтобы хоть как-то заметить ход времени, ведь в темноте оно любит обманывать. Парень досчитал почти до тысячи, но в окружающем его пространстве по-прежнему ничего не происходило. Максим решился и приоткрыл глаза. И тут же распахнул их от ужаса. Крик застрял в горле. Легкие сжало железными цепями так, что невозможно было вдохнуть. Рядом с его кроватью в белой ночной сорочке стояла старуха. Редкие седые волосы ее были распущены, и соломой топорщились в разные стороны. На бледном морщинистом лице черными провалами зияли глаза. Казалось, они просверливали черепную коробку, проникая в мозг, заглядывали в самую душу. И в этих провалах под опухшими веками копошилась сама тьма. Старуха подняла сухую руку и указала на Максима. «Ты...» – прошипела она. Ледяная волна накрыла парня с головой. Холод вцепился в позвоночник, пытаясь заселиться в тело. Ужас поднимался по спине, охватывая череп и выбивая из него любые рациональные мысли. Старуха начала падать вперед. Вот секунду назад она стояла ровно и уверенно, а теперь с такой же идеальной осанкой начинает крениться в его сторону. Паника выбила последний воздух из легких. Но Максим так и не смог сделать вдох. Грудь горела. Все инстинкты вопели, что надо бежать, но ни один мускул не слушался. А старуха продолжала падать. Неспеша, словно в замедленной съемке, ее лицо скрылось за седыми волосами. Но тьма, что таилась в глубине ее глаз, дымом просочилась наружу и окутала ее тело. Старуха рассыпалась пеплом еще до того, как коснулась одеяла на кровати парня. Максим подскочил с криком. За окном светило солнце, было слышно бойкое чириканье воробьев. Уже утро. Такая резкая смена дня и ночи. Неужели сон? Максим огляделся, пытаясь унять дрожь. Соседняя кровать была прибрана, Машкин рюкзак все так же валялся на полу. Только вот самой Машки не было. Максим почувствовал, как ледяные иглы паники вновь вонзаются ему в позвоночник. Он спрыгнул с кровати, не обращая внимания на натужные скрипы, бросился в залу. Парень был готов увидеть многое. Сейчас даже алая лужа на полу и забрызганные кровью старые гобелены не могли бы повергнуть его в шок. Но представшая перед его глазами картина напрочь лишила уверенности и решимости. Поверить в реальность происходящего оказалось сложнее, чем в реальность ночных кошмаров. Максим обессиленно привалился к дверному косяку и сполз на пол. Уже сидя, он спрятал лицо в трясущихся ладонях и облегченно выдохнул. Машка сидела, забравшись ногами на стул за столиком в центре зала и пила чай. Под столиком стояла огромная корзина, доверху наполненная перемазанными птичьим пометом и соломой яйцами. После завтрака Максим с Машкой перебрались на автобусную остановку. За жестяными стенами возвышалась гора мусорных пакетов перемешку и сухими ветками и сорняками. Парень не мог вспомнить, была ли здесь вчера эта свалка, или она сама выросла за ночь. Впрочем, его мысли больше занимали ночные кошмары, чем мусорный полигон. Даже припекающее летнее солнце не разгоняло мрачных мыслей. Еще и автобус задерживался уже минут на 15. Зато Машка вовсю наслаждалась деревенской идиллией. Она сидела на железных прутах скамьи, подогнув одну ногу под себя и беззаботно мотая другой. Девушка мурлыкала незатейливую мелодию и жмурилась на ярких солнечных зайчиков, словно довольная кошка. Ее пение вплеталось в хор веселого птичьего щебета и стрекота насекомых. «Да что ты такой хмурый?» Машка спрыгнула на землю и потянулась. «Бледный, как упырь какой!» Максим и сам был бы рад найти ответ на этот вопрос. Уж не сходит ли он с ума? Да и произошедшее ночью. Что из того сона, что явь, а не приснилось ли ему вообще все? «Маш!» Максим нащупал за пазухой свою пуговицу. «А ты тут кур видела? Или кошек, или хоть пауков?» «Чего?» Девушка нахмурила брови, пытаясь понять ход мысли друга. «Кошки, это же деревня! Тут по осени от мышей отбоя нет! Неужели никто кошек не держит? Почему он ни одной на улице не встретили, а?» «Потому что они в поле твоих мышей гоняют!» Девушка подняла глаза в безоблачное голубое небо. «А куры? Ни одной нет на улице! Их же всегда на выгул выпускают летом! А тут...» «Макс, да есть тут куры! Не нагнетай! Я утром в дом целую корзину свежих яиц принесла! Не мухи же их отложили!» Максим сглотнул ком. Ему тут же представилась мушиная ферма с чудовищных размеров мухами. Парень поспешил прогнать видение. «А самих кур ты видела?» Машка задумалась. «Не, в сары меня бабка не пустила, только корзину вынесла и попросила в дом занести. А что?» Макс побледнел. Ему казалось, что разгадка его ужасов была практически под носом. Но вертлявая мысль лишь махнула перед ним хвостом и сбежала. «А куда их-то не хоть слышала?» Ответить Машка не успела. К остановке бодро подошел глава администрации. Максим только сейчас понял, что не знает его имени. При свете дня мужичок казался даже забавным, он приветливо улыбнулся и помахал гостям. «Эй, молодежь, вы чего тут торчите на солнцепёке?» «А в тубы ждем!» Машка счастливо улыбнулась, напрочь забыв о теме недавнего разговора. «Так суббота же сегодня. Вы чего? Не ходят автобусы-то? Завтра вечером только будет!» Макс побледнел, сжимая свой кулон так, что побелели костяшки пальцев. Ладонь обдала жаром, пробежавшим вверх по руке и разлившимся лужей кипятком где-то в районе сердца. Машка, посмотрев на парня, тоже переменилась в лице и испуганно попятилась. «Да чего же вы распереживались-то?» Мужичок рассеянный вертел головой, глядя то на парня, то на девушку. «Я же говорю, баба Нюра прилетит! Я ж вчера договорился!» Дальше Максим не слышал. Волна жара от кулона поднялась к голове, улица перед глазами вздыбилась и поплыла. Мир вокруг погас. Максим пришел в себя на диване в зале старого домика, и сна его выдернул на золевый бубнеж на уровне слышимости. Во всяком случае, так казалось во сне. Наяву же это тихо вели беседу Машка и баба Нюра. Максим осторожно приоткрыл глаза, чтобы осмотреться. Он по-прежнему старался лежать неподвижно и не привлекать лишнего внимания. Впрочем, разговор был по-своему интересен, чтобы его прерывать пробуждением. «Болезный он какой-то у тебя!» Баба Нюра качала головой. Пестрый платок был развязан и спущен на плечи. Седые волосы выбивались из токового пучка и топорщились в разные стороны. Машка сидела на стуле, забравшись на него с ногами. Девушка уткнулась подбородком в колено. «Да нет, нормальный он. Может, голову напекло? А так он хороший. Не знаешь, что с ним творится в последнее время?» Старуха задумчиво барабанила пальцами по столу. «А что за пуговицу он постоянно держит? Странный кулон для парня». «А, это...» Машка смущенно потерла ладонью щеку. «Это он вчера в лесу нашел, но не совсем нашел. Там собака бегала. Рыжая такая, лохматая. Большая, мне выше колена». «Так эта собака в зубах таскала пуговицу. Макс хотел поймать, отвезти к зооволонтерам. Говорил, что пес потерялся или сбежал из ближайшей деревни. Но собака, похоже, думала, что с ней играют. Они около часа по лесу скакали. Когда я их, наконец, догнала, пес сидел напротив Макса, а Макс держал эту пуговицу. Я, когда подошла, посмеялась еще, мол, грибов не нашли, зато вон с каким ценным трофеем. Но пес тогда на меня зарычал и убежал в лес так быстро, что я даже не совсем поняла, в какую сторону он ускакал. А Макс так и остался стоять с этой пуговицей в руке. А потом он какой-то подозрительный стал и раздражительный. Макс едва не вскочил с криком «Не было такого!» Сдержало его лишь осознание, что он и правда не помнит, откуда у него эта пуговица. И почему для него этот кулон-талисман так важен. Зато парень хорошо помнил свой сон с собакой. Машка об этом не знала. Так откуда? Скрипучий голос старухи прервал его раздумья. Варда! Видимо, выражение лица Машки выразило крайнюю степень недоумения, потому что старуха пояснила. «Ведьма, здесь была земля Мордвы. Много преданий дошло и до нас. Ведьмы они называли Вордами. Похоже, именно с ней вы столкнулись в лесу». Старуха взяла из вазы пластиковую розу и начала медленно поправлять ей лепестки. «Вещи часто поглощают душу, особенно старые вещи. Так или иначе, дом, в котором ты живешь, постепенно пропитывается твоими мыслями. Ты начинаешь растворяться в нем. Эта пуговица – местилище духа. И она вытягивает силы из твоего... «Друга!» – быстро вклинилась Машка. «Мы дружим с самого детства. Пусть так, Варда и нам жизнь портить начала. У соседки сало в огороде откопали. Видимо, испортить чего-то хочет. Пауки начали паутины плести неправильные. Очень уж Варда пауков привечает. Обряды да заговоры на их лапах переносит, что разум туманят. Может, он паука поймал в лесу?» Баба Нюра пристально посмотрела на девушку и продолжила. «Как бы нам парнишку от чара освободить? Тут недалеко в лесу Моляна есть капище мордовское. Надо поспрашивать у людей. Может, знает кто. Как правильно богов их просить о защите?» Максим поднялся и сел на диване. «Хватит прятаться. Так они экстрасенсов вызовут для снятия порчи». Бабка, завидев пришедшего в себя парня, заварковала и отправилась на кухню за обедом. Максим осторожно дотянулся до пуговицы. По пальцам пробежали электрические искры. Он обернулся на стул, решив рассмотреть висевший там гобелен. Типовой советский сюжет «Пять оленей на водопое». Только нити уж очень тонкие, даже изящные. Ни потертости, ни выцвевшей краски, хотя чувствуется, что полотно висело тут десятилетиями. И сам гобелен выглядит так, словно не висит ничего. Максим осторожно отогнул краешек полотна и тут же вернул его обратно. Под гобеленом стена просела внутрь и почернела, все пустоты были увиты тонкой серебристой паутиной, где в глубине копошились и сами хозяева нитей. Максим повернулся сначала к Машке, а потом снова осмотрел комнату. Это могло объяснить стерильную чистоту залы. Все пауки прятались под гобеленами, а не висели по углам, как и положено их виду. Тут парень наконец понял, что именно было неправильно в этом доме. В деревенских комнатушках в правом дальнем углу от входа всегда висели лампадка и иконы. Всегда. В доме старухи углы были пусты. Максим сжал в ладони свою пуговицу. Она отозвалась теплом и легким покалыванием, наполняя парня решимостью и спокойствием. Он выяснит, что здесь происходит. Он выведет на чистую воду эту старуху и всю эту странную деревню. Парень встал, слегка пошатнувшись, голова его еще гудела и кружилась. Максим постоял пару секунд, ловя равновесие и уже уверенно двинулся к столу. Старуха возилась на кухне, гремя посудой и причитая. Максим остановился, снова почувствовав жар от пуговицы на шее. Кулон не обжигал, но ощутимо нагрелся и, казалось, начал пульсировать. Парень блуждал взглядом по комнате, пока не наткнулся на окно, выходившее на деревенскую улицу. Там на дороге сидела рыжая, лохматая собака. Взгляд пса был слишком похож на человеческий. «Макс, да отомри ты!» Машка уже трясла парня за плечо. Максим только сейчас понял, что девушка что-то ему говорила, но он не слышал. Переспрашивать не хотелось, вряд ли там было что-то, кроме сочувствия. «Я на улицу выйду, подышать!» Максим сглотнул подступивший горлоком, на секунду он испугался, что Машка увяжется за ним или не выпустит из дома. Чтобы было хуже, парень не представлял, но девушка лишь пожала плечами и снова забралась с ногами на стул. На улице Максим медленно подошел к рыжей собаке. Та вяло виляла хвостом, потом подошла и ткнулась мокрым носом в ладонь. Максим потянул было руку, чтобы почесать пса за ухом, но тот встряхнулся и потрусил прочь, время от времени останавливаясь и оглядываясь. Максим осмотрел улицу, солнце висело высоко, кое-где летали бабочки, стрекозы и прочая мошкара. Стая воробьев облюбовала куст сирени в соседнем полисаднике, скакала по веткам и весело чирикала. Людей на улице не было. Максим окинул взглядом дом бабы Нюры, борясь со своими сомнениями и попрел за псом. Собака завела Максима в лес, среди сосен по самой земле стелился туман. Серая марева поднималась не выше колена, пролегая ковром дорожкой. Максим потерял счет времени, ему показалось, что наступили сумерки. Но солнце висело все так же высоко, мелькая среди ветвей. Иногда парни одолевали сомнения, он понимал, что следовать в лесную глушь за странной собакой идея плохая. Но пуговицы испускало успокаивающее тепло, а пес, когда оборачивался, смотрел так преданно и жалобно, что сердце пропускало удары, отщемящего чувства тоски и сострадания. Так они и брели в тумане среди леса, пока пес не вывел их к странной поляне. В центре ее возвышалось три ветхих деревянных столба. На вершине еще можно было рассмотреть сглаженные временем резные лица. По периметру поляны, то там, то тут, лежали истлевшие ветки, служившие раньше забором. Пес потрусил к трюм столбам и сел на большой плоский валун у их подножья. Максим отвернулся лишь на секунду, ему почудилось движение в лесу на самом краю поляны. Успокоив свое воображение, парень вновь посмотрел на пса. Только собаки уже не было. На валуне на коленях сидела девушка в старинной белой рубахе с красной вышивкой. Голову незнакомки украшал старинный рогатый платок, расшитый всевозможными бусинами, монетами и даже ракушками. Так это ты, Варда? Кулаки сжались сами собой. Чужая злоба брошенным камнем стукнула сердце и разрослась багровой кляксой. Я не Варда. Никогда ей не была. Но она рядом с тобой. Я лишь прошу справедливости. Ведьма должна быть наказана. Максим уверенно зашел в дом Бабы Нюры. Он больше не испытывал неловкости, навеянной чужим домом. Он был зол. Только с порога на него налетела Машка. И где тебя только носит, окаянный? Девушка чуть ли не с кулаками набросилась на парня. В уголках ее глаз блестели слезы. Бабе Нюре плохо, ты пропал неизвестно куда. И она разрыдалась. Максим приобнял Машку, пытаясь успокоить. Плохо? Врача вызывала? Девушка шмыгнула носом. Да, приходил лекарь, вроде давление скакануло. Сказал, отойдет. Только вот там сбор объявили. Мне надо туда. Зачем? Максим схватил Машку за плечи, отстранил и заглянул в глаза. Он действительно не понимал. Им нечего было делать на сельских собраниях. Так речь про Варду же. И о тебе, между прочим. Баба Нюра научила, что делать надо, чтобы деревню уберечь. Девушка опять горько всхлипнула. И тебя, только я про то решать не буду. Сами пусть решают. Собрание деревни состоялось в административном здании в той его части, которая считалась Домом культуры. Собрались все жители. Молодежи, Максим не увидел, зато тревога, исходившая от людей, буквально пропитывала воздух в помещении. Машка сразу же вышла впереди и рассказала про недуг Бабы Нюры, а также огласила ее завет. Да как же так? Громогласно возмутился пожилой грузный мужчина. И до нее эта мерзавка добралась. Мы же деревню от всех собак и кошек очистили, чтобы Варду поймать. Даже кур не держим, чтобы она в них не обратилась и в дом к нам не пробралась. А тут на тебе. Машка продолжала уверять, что ее научили, как деревню от ведьмы оградить. Глава администрации кивал так быстро, что казалось, у него вот-вот отвалится голова. Мужичок горячо подтверждал каждое Машкино слово. Максим хмыкнул, он раньше не замечал за подругой такого рвения в массовики-затейники. А уж выступать перед толпой Машка боялась да икоты. Зато понятно стало, куда девалась вся живность. Раз Варда может обращаться в животных, то лучшая защита от нее отсутствие этих самых животных. Впрочем, Максим не сомневался, что любой забрежий в деревню зверь сразу же нарекался обращенной ведьмой. Какое-то время парень честно пытался слушать, о чем говорят, но в итоге не выдержал. Максим начал искать для себя занятия, пока собравшиеся слушают, спорят, ругаются по одному и тому же вопросу уже третий или четвертый раз. Вдоль стен стояла пара стеллажей, доверху набитых старыми потертыми книгами. Похоже, местная библиотека находилась в этом же помещении. Максим подошел к книжным рядам от скуки, но на глаза сразу же попался желтый корешок с названием «Мордовские народные сказки». Пролистав оглавление, парень замер. Слово Варда словно горело на посеревших от времени страницах. «Никак почитать решил, Максимушка?» Максим вздрогнул от неожиданности. Через плечо к нему заглядывала Машка. Парень покраснел, почувствовав спиной тепло и мягкость. Девушка прижалась к нему к груди, а потом, весело засмеявшись, схватила Максима за руку и потянула в сторону выхода. «Пойдем на воздух, тут одни старики, ни одного юнца или девицы нет. Нужно срочно в город возвращаться, не то пропахнем деревней и древностью насквозь». Максим прижал книгу к груди и растерянно поплелся за другой. Ее походка неуловимо изменилась, девушка соблазнительно покачивала бедрами, старательно ступая на носок, едва заметно пританцовывая. Стоило им выйти на улицу, как Машка резко развернулась и прижалась к парню, преданно заглядывая в глаза. «На самом деле здесь неплохо, даже хорошо, не находишь?» Ее ресницы затрепетали и с груди девушки вырвался томный вздох. «Да что ты говоришь?» Максим резко отступил назад, его бросило в жар. Парень растер ладонью лицо, словно пытался проснуться. Машка продолжала смотреть ему в глаза и улыбаться. Она провела кончиком языка по верхней губе и улыбнулась еще шире. Максим поспешил сменить тему. «Что вы там с Вардой решили?» Девушка довольно зажмурилась и потянулась. «Вечером бабу Нюру в лес отнесем на Маляну, там она уже сама просит и о себе слово замолвит. Ты не слышал, видать? Она ж меня преемницей своей назвала. Сеня подтвердит». Максим с трудом собирал разбегающиеся мысли. Кто бы ни был этот Сеня, что бы он не собирался подтверждать, а непонятное наследство Машку явно не красило. «То есть вы отнесете больную старуху в лес и оставите там на ночь?» Прошипел он сквозь зубы. Пуговица раскалилась так, что Максим почти чувствовал запах горелой ткани от футболки. Он вспомнил девушку на лотаре перед столбами с лицами и чужое отчаяние и злость буквально вытеснили страх из его сердца. Максим словно плюнул в лицо девушке. «Вы решили устроить жертвоприношение!» Машка лишь рассмеялась. «Так она и не против, сама просит! Да пошла ты!» Максим развернулся и зашагал в сторону дома бабы Нюра. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не перейти на бег. Машка казалась ему незнакомой, в ней чувствовалась неизвестна откуда взявшаяся сила властность. И эти резкие перемены пугали сильнее ночных кошмаров. Максим попытался вспомнить, что говорила девушка в лесу, но в мозгу звучал лишь белый шум. Он помнил поляну, но сам разговор и возвращение из леса словно были стерты. Только дойдя до дома, Максим понял, что да не менее пальцев сжимает в руках книгу сказок. Он кинул быстрый взгляд назад, убедился, что Машка за ним не пошла и открыл сборник на нужной странице. Через несколько минут Максим закрыл книгу и сделал долгий глубокий вдох. Теперь многое становилось понятно. Парень подошел к сараю бабы Нюры, дотянулся до железной ручки деревянной покосившейся двери и замер в нерешительности. Старые доски пугали, казались они испускают ледяные потоки. От холода около сарая по коже побежали мурашки, даже палящее солнце не защищало от них. Максим закрыл глаза, пытаясь собраться с духом. Перед мысленным взором снова стояла на коленях девушка в старинном наряде. Парень как не пытался, не смог вспомнить их разговор. Когда он вышел из леса, воспоминания стерлись, остались только обрывки и образы словно от ночного кошмара. Тряхнув головой, парень открыл скрипучую, цепляющуюся за земляной полдверь и решительно шагнул в темноту сарая. Когда глаза привыкли к полумраку, Максим осмотрелся, положил книжку на старый колченогий стул и прикинул, где тут находится курятник. Среди всякого деревенского хлама и инвентаря, что тут блеснуло, поймав лучик солнца и спрорех в деревянных стенах. Максим подошел к зовущему его маячку и ахнул. Это было то самое платье, скорее рубашка, когда-то бывшая белоснежным с красной вышивкой. Сейчас ткань просила от времени и пыли, где-то истрепалась, где-то была разорвана. На вороте в ряд были пришиты небольшие металлические пуговицы. Только вот одной в середине ряда не хватало. Парень осторожно, словно они могли укусить, коснулся пуговиц кончиками пальцев. Металл отозвался теплом и едва слышимым звоном. Максим снял свой кулон и поднес на раскрытой ладони к рубахе. Это была та самая недостающая пуговица. Где-то рядом раздалось шуршание. Максим вздрогнул, едва не выронив пуговицу и обернулся на звук. В той стороне почти напротив выхода виднелась еще одна дверь. Рядом валялась большая корзина, в которой баба Нюра таскала яйца. Максим медленно подошел к двери и прислушался. По ту сторону снова зашуршали, только звуки совсем не были похожи на возню домашней птицы. Парень крепче сжал пуговицу и потянул дверь на себя. А ты у нас теперь еще и воришкой сарае, облокотившись плечом от дверной косяк. Рядом с ней переминался с ноги на ногу глава администрации, за спиной которого маячили остальные жители деревни. Максим хмыкнул. А вы читали сказку про Варду? Вон там книжка лежала, посмотрите! Глава скосил глаза на железную обложку. Не слушай его, Сеня! Машка побледнела и напряглась. Зубы заговаривает, я его не значит. Отметил Максим про себя и продолжил. Не читали? А зря. Я прочел и теперь знаю, где вашу Варду искать. Вы всегда искали ведьму где-то вне деревни. Она все это время жила среди вас в этом доме. Варда давно водит вас всех за нас. С улицы доносились возмущенные выкрики, кто-то требовал доказательств. Сеня покраснел, его кулаки сжались. Не смей врать и клеветать. Врать как ведьма я не умею. Максим улыбнулся еще шире. Да и убежать как она тоже. Только вот дайте угадать. История с девушкой и старухой повторяется, так? Когда-то очень давно одна старуха назвала девушку своей преемницей, а потом девушка это велела старуху в лес отнести. Но после этого вас стала Варда преследовать. Только не ведьма это была. Она тут жила. Призрак той девушки, которого в лес увели и на смерть оставили, к вам приходил. Что ты несешь? Выкрикнули с улицы. Толпа приблизилась вплотную к сараю, Сеня приходилось сдерживать их, чтобы не впустить внутрь. Глава администрации слушал очень внимательно. Видимо историю он уже слышал. Варда так и меняет облик в сказке. Ворует одежду у девушек и занимает их место. Так было стойк, как случилось с... Максим не договорил, посмотрел Машке прямо в глаза, встретив их лютую ненависть. Долго же вашей бабинюре ждать пришлось. Молодежи в деревне не осталось, а тут мы подоспели. Призрак хотел вас предупредить, но вы по совету Варды прогоняли его. А сейчас ведьме осталось избавиться от лишних свидетелей. Тогда можно и в город уехать. Там и крови молодой много. Да, бабнюр? Толпа синхронно выдохнула и раступилась. Вокруг девушки образовалось пустое кольцо. Сеня ошарашенно крутил головой, переводя взгляд то на Машку, то на Максима. Я докажу. Парень снова схватился за ручку двери. У вас ведь в деревне кур нет, ни у кого. Только вот бабнюра нас свежими яйцами угощала. Давайте глянем, где у нее курятник. Машка попыталась шагнуть вперед и остановить его, но Сеня схватил ее за руку. Максим с трудом сдвинул тяжелую дверь и охнул. В сумраке курятника копошился огромный размером с крупную собаку паук. Восемь огромных черных глаз резко сфокусировались на парня. Паук сначала замер и присел на устеленный соломой пол. Поджав под себя восемь длинных мохнатых лап, а потом решил атаковать пришельца. Мгновенно распрямив лапы, тварь подпрыгнула и повисла на потолке. Лапы замельтешили так быстро, что слились сплошное черное пятно. Паук поспешил выбраться из курятника. Пуговица в ладони словно током стукнула. Максим отмер и что было сил саданул плечом в дверь. Несколько лап вырезали и щели, но с хрустом сломались. За дверью послышалось шкрябанье и шелест раскидываемой соломы. Максим закрыл дверь на засов и подпер валявшимися рядом граблями. Парень отошел на пару шагов от двери, не сводя с нее взгляд. Ему едва хватило воздуха, пуговица продолжала нагреваться. Чтобы разоблачить варду, ее нужно раздеть. Максим так и не смог обернуться и посмотреть на Машку или кого-то из деревенских. Парень старался не встречаться взглядом с Машкой Вардой, он прошмыгнул в дом, пытаясь не обращать внимания на крики толпы и мольбы девушки. Машку вытащили на середину улицы и начали стаскивать с нее футболку, когда Максим закрыл двери. Парня обила крупная дрожь, он сам не до конца верил в реальность происходящего, даже гигантский паук не мог полностью считая, что на диване снова увидит несчастную старуху. Мысль, что сейчас именно Машку раздевают толпой и сбивают, дрелью вклинилась в мозг. Максим зажмурился и задержал дыхание, заходя в комнату. Его окликнул знакомый сонный голос. «Макс, ты чего?» Парень выдохнул и бросился к подруге. Сеня, глава администрации, долго благодарил и извинялся одновременно. Варда едва с нее сняли Машкину одежду, обратилась в жуткую старуху, которая даже на бабу Нюру была не похожа. Ведьму прогнали из деревни в лес. Сначала хотели запереть сарай, а после судить, но передумали, испугались, что проклянет. На паука мужики посильнее пошли с вилами и охотничьим ружьем, найденным у одного старожила. Но тварь уже была полуживая. Когда солнечный свет коснулся рассыпался пылью. Больше происшествий не было. Максима и Машку пустили переночевать в доме Сени, а после проводили на остановку. Когда автобус показался из-за поворота, парень бросил взгляд на лес. На самом краю его стояла девушка в белой расшитой красном рубахе. Она улыбнулась и помахала ему рукой. Максим снял свой кулон и повесил на лавочку. Пусть сама заберет свое. Из ну на лес вслед ему смотрели лишь деревья. Ну что ж дорогие друзья, вот такая вот потрясающая концовка любителей хороших концовок вы можете торжествовать потому что зло было побеждено и наконец-то деревенские жители смогут жить полноценной жизнью. Вот так вот. Очень рад честно говоря то что Максиму все же поверили а не поверили его так сказать подруге внутри там сидело какое-то непонятное вообще существо. Ну что ж на этом я с вами как и всегда не прощаюсь а все кто дослушал данную историю до конца поставьте смолик дерева и так мы увидим сколько нас услышимся в следующей как и всегда интересной истории.